Оснащение двух школ, капитальный ремонт Дома культуры и другие объекты министра образования Алла Салаева с рабочим визитом посетила Порецкий район. Об основных моментах поездки далее. Вот где мы стоим сейчас, в этом году здесь будет медицинский кабинет. Все у нас по проекту есть, здесь будет медицинский кабинет. Потому что у нас кабинет располагался в старом здании, мы оттуда все закрываем. Там только дошкольная группа была. Мы переносим все сюда. В Напольновской школе во все идет ремонт. Первый этап уже завершен. В школе обновили кровлю, фасад, вентиляцию. В этом году отремонтируют канализацию, освещение, установят силовое оборудование. Большой объем работ предстоит выполнить и на третьем этапе. В третий этап у нас благоустройство, снос старого здания. Вы видели старое здание, да, ведь 62-го года постройки. Снос старого здания, благоустройство территории, ограждение, водоотведение. И благоустройство, конечно, дороги здесь будут ремонтироваться. Все заново. В общем, такая небольшая, из школы, садики, 130 миллионов. Это стоит до 25-го года на школы, и где-то 32, по-моему, на детские сады. У вас это разбито на 5 лет. Да. То есть мы это можем сделать и за 2 года. В школе нет актового зала, и все торжественные мероприятия проходят в Доме культуры. Но и это помещение требует капитального ремонта. Уже готова проектно-сметная документация. Стоимость проекта составляет 27 миллионов рублей. Модернизация системы образования, оснащенность школьными автобусами, работа профильных классов и подготовка педагогов. Обсуждение продолжилось на совещании с администрацией образовательных учреждений района. Если мы говорим сегодня о том, что хотим удержать детей, создать комфортные условия, ну вот, конечно, они в эстетичной среде должны и развиваться, и учителя должны чувствовать себя комфортно, приходя в школу или в детский сад. Общая сумма видна. Запланирована она на 25 лет в республиканском бюджете. Сумма хорошая. В принципе, учтены все, я думаю, объекты. Сумма может корректироваться в зависимости уже от положительной экспертизы. Больше-меньше. Затронули и вопросы развития социальной отрасли, но уже на отдельном совещании с депутатами районного собрания.